Пусть некоторые говорят, что тарика не нужен, это им не нужен, но он нам нужен. Если мы все будем на корабле нашего муфтията, иншаллах для нас вот это и есть спасение. Сегодня героями стали бойцы UFC, сегодня героями стали футболисты. Это те люди, которые сомневались, что риски дает Аллах. Не враги сильные, это мы ослаблены. По его мнению, в мире все кафиры, он так считал. Это абсурд, уважаемые братья. И пусть облачет нам священный Аллаху Таалла отвечает за наши дияния, играхи. Благодарят той любви, которую мы испытываем. Эти люди. Аллаху Экбер! Аллаху Экбер! Хакбир! Хакбир! Дорогие братья, уважаемые сестры, рад вас приветствовать на этих землях. На самом деле, когда сюда направлялся, достиг этих гор, эти горы определенную ответственность возложили на мои плечи тоже. Нагрузку. Именно та нагрузка тех шахидов, того великого имама, благодаря которому, дорогие братья, сегодня мы носим те имена, которые имеют связь с религией ислам. И, конечно же, мы должны понимать, что еще больше велика нагрузка наша на наших плечах перед Всевышним Аллахом Субхану Таалла. В день суда за наши семьи, за наших детей, за наши поступки, за наши амалы, за это все придется отвечать перед Всевышним Аллахом Субхану Таалла. Ну, конечно, хорошо было бы рассказывать только о хорошем и много хорошего есть на самом деле, но сегодня, я думаю, нам нужно небольшой акцент сделать на те моменты, которые мы должны немного откорректировать. Вот представьте себе такую картину. В день суда мы встретимся со своим любимым имамом Шамилем. Мы же все его любим. Ради него сегодня мы, можно сказать, собрались тут. Именно он является причиной нашего сплочения, что мы сегодня и являемся, аль-хамду лилля, мусульманами, последователями пророка, саллиллаху алейхи вассаляму, лучшего из людей. И как стыдно будет нам, если наши дети носят имена, не ради которых 25 лет отдал в жизни имам Шамиль. Если наши дети предстали в таком свете, в котором не хотелось бы видеть имама Шамилю, свое потомство, свое поколение, своих последователей. Поэтому, дорогие братья, сегодня наша задача, огромная задача перед нами стоит, воспитать именно такую молодежь, которая не будет рассказывать только лишь о предыдущих поколениях. Вот мой дед такой был, имам Шамиль такой был, тот имам такой был. Но когда придет, наконец, время, когда мы будем рассказывать, или же наши дети будут рассказывать о нас с вами, родителях, что мой отец вот такое-то геройство сделал, что мой отец мне рассказывал истории ислама о великих людях, о войнах ислама рассказывал. И сегодня крайне обидно бывает, когда, находясь в одном районе у нас в Дагестане, да, представьте себе, я вот до сегодняшнего дня, я эту историю вам расскажу, расскажу, иншаллах, но я в нее сто процентов сам пока не поверил. Как-то в один район поехали по рабочей, как бы, да, обстановке, сидели, разговаривали, и речь зашла о воспитании детей и так далее. И один друг говорит, здесь, говорит, есть знакомый у меня, имя его, говорит, мегафон, говорит. Вы можете себе представить, наверное, не за этот мегафон имам Шамиль 25 лет жизни отдал свои. Понимаете? Вот с чего начинается. И, конечно же, такие люди, такие отцы, которые вот такие имена дают, и не рассказывают о великих героях ислама, завтра о них их дети тоже не будут рассказывать. И завтра мы будем идти на этот спад все ниже и ниже, дорогие братья. И останется лишь только упоминание тех людей, которых имена мы сегодня упоминаем. Перед нами стоит огромная задача, как Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, в Коране говорит, уберегите, оберегайте свои семьи, своих родных, своих близких от огня ада, топливом которого являются люди и камни. Вот сегодня наши дети, наши любимые дети, они могут стать вот этим топливом для ада, а могут стать людьми, о которых история будет говорить веками. Поэтому, дорогие братья, упоминание истории, конечно, маленьких людей очень много. Вы все знаете, Анас бин Малик был ребенком, ребенок, совсем еще ребенок. Но вы знаете, этот ребенок, сколько героизма совершил за всю свою жизнь. Восемь газоватов он участвовал, с посланником Аллаха, алейхиссарату вассалам. Представьте себе, в восемь сражений этот молодой ребенок, маленький, находился рядом с посланником Аллаха, алейхиссарату вассалам. Не потому, что он был физически сильным, потому что он любил посланника Аллаха, алейхиссарату вассалам. Потому что он не видел другого места, которое более для его сердца близко, любимее, чем находиться рядом с посланником Аллаха, алейхиссарату вассалам. Мы же знаем историю того же сподвижника, Мусаба ибн Умайра, которого посланник Аллаха, алейхиссарату вассалам, отправил в Медину в возрасте 17 лет. Он опять сказал, иди распространяй религию Аллаха. И этот сподвижник прибыл в Медину и начал распространять религию Аллаха. Слово Аллаха начал доносить до людей. И были семьи, которые говорили, смотри, сынок, вот этот Мусаб пришел к нам в Медину, ни в коем случае к ним не приближайся, ни в коем случае к ним не подходи, говорили родители. Но его красивый призыв не оставлял равнодушным никого. И вот тут уже начали подключаться к нему такие великие сподвижники, как Саад ибн Абива-Кас. Да будет доволен им Аллах. Аллах, тоже в возрасте 17 лет, в возрасте 17 лет, он видит себя рядом с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалам. Он отдал себя всецело, сердцем, телом полностью отдал религии Аллаха, субхану ва-та-Аля, и посланнику Аллаха. И если сегодня, послушав эту историю, какой выбор перед ним стоял, и какой выбор сегодня у нас и перед нашими детьми, сами посудите, дорогие братья, что наши дети выбирают, и что выбрал Саад ибн Абива-Кас. Когда Саад ибн Абива-Кас принял религию ислам, уверовал во всемишнего Аллаха и его посланника, мать узнала об этом и сказала ему, клянусь своими божествами, если ты не откажешься от этого пути, я откажусь от еды и питья. И ты будешь причиной тому, как ты будешь видеть своими глазами медленную смерть своей матери, и в обществе тебя будут назвать убийцей своей матери. Вот такой выбор поставила мать перед Саад ибн Абива-Касом. Что бы мы сделали, дорогие братья? Прежде чем прочитать эту историю до конца, я долго думал, что бы я сделал в этой ситуации. Что нужно сделать, чтобы и мать не обидеть, и не обидеть религию Аллаха. И долгое время этот ребенок приходил, каждый день смотрел на состояние матери и видел, как она день за днем исхудает, истошенная. Вот-вот уже без еды, без питья уже подходит ее, как бы последние дни ее жизни. И он говорит, о, дорогая моя мать, ты прекрасно знаешь, как я люблю тебя. И я этот пример, свою любовь к тебе до этого тоже показал. И сегодня я хочу тебе сказать, если даже, если даже Аллах тебе даст тысячу жизней, тысячу жизней, и каждую жизнь ты будешь отдавать вот так передо мной, даже тогда я даже на грамм, на шаг даже не отвернусь от религии Аллаха и его посланника. Посмотрите, на какой шаг идет Саад ибнаби Угас. Он ведь понимает, что убеждение, которое у матери, можно переубедить ее только лишь, когда у тебя убеждение и аргументы еще выше. После этих слов мать поняла, что смысла нету. что-то говорит сын, он все равно останется. И она поняла, насколько любит Саад ибнаби Угас, посланник Аллаха и его религию, Всевышнего Аллаха. Только после этого она начала есть и пить. Другой пример, когда посланник Аллаха алейхиссарату вассалам собирал нагазоват с подвижников, тот же Саад ибнаби Угас стоит в первом ряду и между его ногами позади видны ноги маленького человека, ребенка. А тогда детей посланник Аллаха алейхиссарату вассалам с газовата отправлял тех, которых еще не достигли совершеннолетия. А кто же там стоял? Сзади своего брата стоял младший брат Умайр, который спрятался, любя посланника Аллаха алейхиссарату вассалам, желая находиться рядом с ним в этом газовате. И поэтому, что посланник Аллаха его обратно домой не отправил, он спрятался за своим братом. И когда алейхиссарату вассалам его увидел, вывел, с ряда и сказал, ты пока еще не достиг совершеннолетия, отправляйся назад, обратно, он начал горько плакать. За что плакали, дорогие братья, эти маленькие сподвижники? И за что плачем сегодня мы и наши дети? Наши дети сегодня плачут за то, что какую-то игру проиграли. Наши дети плачут за то, что какая-то красивая девушка, которую он любил, отказала ему. За это дети наши плачут. Почему? Потому что мы не рассказываем историю таких великих людей. Еще больше для нас нагрузка тогда, когда мы не знаем, о чем рассказывать. Как арабы говорят, то, что у тебя нету, ты не сможешь ждать другому. И вот, когда его вывели и обратно отправили, он начал горько плакать. Пришел Саад ибн Абива-Кас к посланнику Аллаха, алейхиссалату ассалам. Шафаад делает за своего брата, говорит, мой брат сильно желает рядом с вами находиться у посланника Аллаха. И тогда пророк, алейхиссалату ассалам, сказал, ну ладно, оставь его. И вот Саад ибн Абива-Кас бежит к своему младшему брату, снял свой пояс, на котором держался меч, и этот пояс хочет одеть на своего младшего брата. Одев этот пояс, он видит, как этот меч упирается в землю, потому что он был настолько маленьким, низкого роста, что этот пояс не держался у него, и пришлось его поднимать сюда, выше пояса. Вот такие маленькие сподвижники были, но они любили религию Всевышнего Аллаха. Они любили пророка саляллаху алейхиссалама. Почему? Потому что им рассказывали такие великие истории. А сегодня, дорогие братья, мы, к сожалению, не рассказываем, а еще хуже, мы не знаем, о чем рассказывать. И поэтому сегодня интернет рассказывает, сегодня общество рассказывает, весь плохой негатив рассказывает, и они только запоминают эти истории. на одном мероприятии одного молодого я сам лично спросил, кем ты хотел бы быть тоже такой мачлист, был мавлид. Он говорит, я хотел бы, говорит, человеком, пауком быть, говорит. Другого спросил, он, говорит, хотел, сказал, говорит, хочу быть халидом, бинвалидом. Как вы думаете, почему такие разные ответы? Потому что этот отец ему рассказывал о халиде бинвалиде в прекрасной форме. И тот ребенок понял, что сильнее халиды, наверное, не было человека в мире. И в день сюда он тоже будет находиться рядом с халидом бинвалидом. А этот маленький, которому отец ничего не рассказал, и которого воспитал телевизор, интернет, конечно, он будет желать быть из числа человека-паука или же халка. Поэтому, дорогие братья, пусть и Вышний Аллах поможет. Пусть и Вышний Аллах даст нам крепкий иман, даст нам потомство такое, которые завтра не будут искать дома престарелых, которые не будут искать, ходить, куда же своего отца отдать, которые не будут бегать к имамам и думать, какой же имам будет омывать моего отца после его смерти. Понимаете, в чем проблема? Сегодня мы, последнее скажу, сегодня мы жалуемся, что вот интернетовлияние сильное, что вот как бы мы не справляемся с воспитанием детей, интернетом, телевизором, обществом, школой. Все это причины, дорогие братья, это причины, на которых мы зацикливаемся. Как-то однажды, когда одному сподвижнику сказали, что враги ислама сильные, он сказал, нет, не враги сильные, это мы ослабли. Понимаете? Поэтому не эти внешние факторы сильные, мы сегодня слабые. И каждый по себе тут сидящий задаст вопрос, сколько часов в день он тратит на своего ребенка, на воспитание своего ребенка, воспитать именно его в духе патриотизма, любви к родине, рассказывал об имаме Шамиле, об имамах других, о сподвижниках пророка саллиллаху алейхи вассаляма. Пусть Ивышний Аллах поможет, даст нам крепкое потомство, которое, иншаллах, достойно будут представлять последователей и потомков имама Шамиля у нас на родине, в Дагестане и за пределами Дагестана. Пусть Ивышний Аллах примет наш маджалис, не лишит нас шафаата, бараката наших устазов и немного бараката и той благодати того благоухания, которое исходило от имама Шамиля и его потомка. Пусть Аллах всем поможет. Вальхамду слабости Вот мы же зачастую ищем виновных во всех наших проблемах. Для нас, для мусульман не надо искать врагов. Враг он ясен Всевышний нам сказал, кто наш враг. Это Иблис. Это шайтаны приспешники Иблиса. Пророк сказал, что в нас самих есть враг номер один. Это наше эго нафс, который дружит с Иблисом и шайтаном. Все ясно и понятно, ничего другого искать не нужно. Просто нужно беспрестанно просить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах укрепил нас на пути истины и не дал нам заблудиться и пойти по пути Иблиса и шайтана. А также просить это за других наших братьев и сестер. Уважаемые джамат, уважаемые братья и сестры, в далеком 1839 году в течение трех месяцев июнь, июль, август жаркие месяцы эти люди находились здесь. Поэтому для нас нахождение здесь, хоть мы сегодня находимся под солнцем, это капелька по сравнению с тем, что перетерпевали эти люди. И пусть Всевышний Аллах, несмотря на нашу слабость, дарует нам то вознаграждение, которое они получили за наше пребывание здесь, на этом мажлисе. Аллаху Магомедов, пожалуйста, вам слово. Басмедов, Уважаемые братья, уважаемые сестры, для каждого мусульманина очень важным является иметь правильное вероубеждение, правильную акиду. Почему? Потому что когда у человека, у мусульманина, да, слаживается неправильное вероубеждение в сердце, неправильная акида, от этого возникает очень большой вред как для самого человека, так и для всей мусульманской умы. Почему? Потому что начинаются постоянные обвинения в куфре, в ширке, беда, заблуждении и так далее, постоянные споры между мусульманами. Вот мусульманская умма раздирается вот этими спорами, разногласиями, и от этого, конечно, очень большой вред исламу. Если мы заглянем в историю, четвертый праведный халиф Алиюбну Абиталиб, великий сподвижник, двоюродный брат пророка, при жизни, который был обрадован раем, когда он стал халифом, когда он стал правителем, появились такие люди, которые стали назвать его кафиром, мушриком, которые хотели его убить и в итоге убили его. Вот великого халифа убил человек по имени Абдурахман ибн Мульджин, тоже мусульман, который носил мусульманское имя, но из-за того, что у него понимание религии было абсолютно неправильным, акида была неправильная, вот все, вот насколько понимание у этого человека исказилось, с ног на голову все стало, что самого лучшего человека уммы, да, вот на тот момент уже не было ни Абу Бакара, ни Умара, ни Утмана, Ризвану Аллахи, Алихи Маджмайин, лучший человек уммы, вот как у этих людей все исказилось, что лучшего человека уммы они посчитали за худшего человека и его убили. Вот какой вред от неправильного понимания религии, от неправильной акиды? Вот в наше время в одной из мусульманских стран тоже был такой случай. Один человек всему миру вынес такфир, то есть по его мнению в мире все кафиры, ну так считал, кроме троих человек, то есть есть вот три мусульманина, из этих трех мусульман он считал себя, свою мать и своего брата, а остальных он всех считал кафирами. Его знакомый спросил его, ты как к этому пришел, где твой Далиль там, как ты это так понял? И он привел аят из Кур'ана, бисмилля рахмана рахим, «Ва ман лам яхком бима анзал Аллаху, фа улайка хуму л кафирун, садах Аллаху аль-Азим». Ну общий смысл аята, кто судит не по закону Аллаха, те люди из кафир считаются. Вот такой аят привел он. И тогда его знакомый спрашивает, ну аят понятно, а как ты его понял, как ты его применил? И этот человек, у него такая интересная логика, он говорит, вот футболисты играют в футбол. Там есть, говорит, судья, который судит футболистов. Вот этот судья, говорит, судит не по закону Аллаха, говорит. Значит, он кафир, и футболисты тоже играют по его законам, тоже кафир, кафиры. И все люди, да, в мире же это популярная игра, когда чемпионат мира бывает, полмира смотрит. Все люди тоже смотрят, молчат, поэтому они тоже кафиры. Вот настолько, вот подумайте, настолько понимание, да, искаженное у человека, это, конечно, очень грубый пример, но вот таких подобных примеров очень много, к сожалению. Вот, и в наше время мы знаем, сколько алимов тоже погибло у нас в Дагестане. От рук тех людей, которые вот этот же аят использовали. И во время сахабов тоже, вот эти люди, которые убили али асхаба, радия Аллаху, они тоже вот этот же аят использовали. Вот мы знаем, алимы, это лучшие люди уммы. В хадисе говорится, али улема варасату ламбия. Алимы наследники пророков. И в наше время тоже вот эти люди, худшие люди, да, как Ибн Умар, сподвижник, как их описал, Аль-Бухари передает, где говорится, «Кана ярахум ширара халкилла». Вот сподвижник Ибн Умар, он считал, эти люди, говорит, худшие из творения Аллаха. Почему? Они берут аяты, которые неиспосланы про неверующих, про кафиров и используют их против мусульман. И в наше время тоже вот эти же худшие люди убивали лучших людей, уммы. Вот эта история, как она вся повторяется, да, то, что тогда было и сейчас. Также в наше время, вот мы часто слышим такие слова, Аш'аритская Акида, Аш'ариты, и вообще, почему Ахлю Сунна Вальджама называет себя Аш'аритами? Возникает такой вопрос. Вот почему мы не говорим, что мы шафиэти, так же, как и в фикхе, да, в Мазабе мы шафиэти, почему в Ах'иде тоже не говорим, что мы шафиэти, почему мы называем себя Аш'аритами? Вот такой вопрос некоторые братья задают. Вот дело в том, что имам Аш'ари, рахиму Аллах, он жил такое время, то есть он родился в 260 году по Иджри и покинул этот мир в 324 году. То есть это получается 3-4 век по Иджри. Вот имам Аш'ари, рахиму Аллах, жил такое время, уже тогда в мусульманской умме появилось очень много разных течений, сект. Вот очень тогда были распространены муатазлиты. Среди муатазлитов тоже было более 20 разных течений друг друга, они такфилили и так далее. И вот столько разных течений было. Порой вот этот прямой путь Ах'лю Сунна Вальджама иногда для простых людей было неясно найти. Вот этот прямой путь Ах'лю Сунна Вальджама он был засыпан разными вот этими течениями, сектами и так далее. И иногда простому человеку тяжело было найти, где же истина, как и сейчас тоже в наше время такое же положение для некоторых. И вот имам Аш'ари, рахиму Аллах, приводя доводы из Кур'ана, Сунны, логические доводы, написал книги, разъяснил. Он разгромил вот эти все секты, доказал их заблуждение, расчистил вот этот прямой путь Ах'лю Сунна Вальджама и сказал, вот это прямой путь, идите по этому пути. И ученые Ах'лю Сунна Вальджама, когда прочитали его книги, они сказали, это же есть наше акида, это есть наше вероубеждение. И с этого момента людей Ах'лю Сунна Вальджама стали называть Аш'аритами. Не от того, что имам Аш'ари, рахиму Аллах, какой-то новый мазав что-то придумал, нет. Он просто защитил путь Ах'лю Сунна Вальджама. Также, к большому сожалению, в наше время распространилась такая фитна. Фитна тут такфир. Очень многие люди есть, которые целую группу людей обвиняют в ширке, в куфре, по разным причинам, уносят такфир. И это очень страшная болезнь, которая распространяется среди представителей разных течений. Вот по этому поводу есть хадис посланника Аллаха, который передал имам Аль-Бухари. Где посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма, говорит Поистине, клянусь Аллахом, я не боюсь, что вы упадете в ширк после меня, но я боюсь за Дуния, что вы будете соперничать, состязаться за мирское, сказал посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям. В этом хадисе нужно обратить внимание на несколько моментов. Мы знаем посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, ас-садикуль амин, он правдивый. То, что он говорит, мы верим. Но в этом хадисе он усилил свои слова. Он сказал, валлахи, поклялся. Валлахи, клянусь Аллахом, я не боюсь, что вы упадете в ширк. Вот так усилил свои слова. И на этом тоже не ограничился. Еще он добавил усилительную частицу инна. Поистине, клянусь Аллахом, я не боюсь, что вы упадете в ширк. Вот так усилил свои слова. И появляется какой-то фулян, какой-то невежный, который говорит, нет, я боюсь. Большая часть уми в ширке, все люди в ширке, в заблуждении и так далее. Вот такие люди появляются. Вот подумайте, кто больше переживает за нашу уму. Посланник Аллаха, который ночами плакал, просил за нашу уму. Или эти невежды, которые большую часть уми обвиняют в ширке. То, что в этом хадисе пророк сказал, что я не боюсь, что вы упадете в ширк, это, конечно, не означает, что абсолютно никто не упадет в ширк. Фатху-ль-Бари ибн Хаджар, рахимуллах, комментирует этот хадис, он говорит, в общем, я не боюсь за это. Сейчас позвольте предоставить слово доктору исламских наук, преподавателю Дагестанского исламского университета, Мухаммаду Магомедову Урминскому. Пожалуйста. Пусть Аллах воздаст всем вам многократно, за то, что пришли на этот маджлист, на это собрание. Благодатное собрание в этом благодатном месте. Вот наша религия, уважаемые братья, на самом деле она легкая. Наша религия, она контролирует, она регулирует все аспекты нашей жизни. И начиная с момента рождения, появления человека на этот свет и заканчивая его переходом в мир иной, Пророк, алейсаляту вассалям, оставил нам советы, оставил нам свою сунну, свой путь во всех вещах. И на самом деле, любые обряды, любые какие-то знаковые события в жизни человека, будь то свадьба, обряды, например, будь то похоронные обряды, другие, во всех этих вещах в нашей религии удивительная легкость. И Пророк, алейсаляту вассалям, говорил, что религия – это легкость, наша религия – это легкость. И всякий, кто попытается усложнить эту религию больше, чем она есть, эта религия его переиграет. Религия победит. И в этой связи, уважаемые братья, уважаемые сестры, вот для примера возьмем вот похоронные обряды. Зачастую иногда, из-за того, что мы сами себе усложнили то, что в нашей религии очень легкое, дело иногда доходит до абсурда. Дело доходит, что человек, у которого умер близкий родственник, у которого горе, ему приходится переживать за то, откуда сейчас найти деньги, откуда же найти деньги для того, чтобы эти обряды провести как положено, в кавычках. Так, как другие делают. Ведь очень много случаев, когда человек в долги залезает, это же абсурд на самом деле. У человека горе, у него родственник умер, сын умер, отец, мать. Наши адаты, общественное мнение довело этого человека до такого абсурда, что он переживает о том, у кого деньги взять. А наша религия, представьте себе, как она красива, как она прекрасна. Пророк, алейсаляту ассалям, что сказал? Когда Джаффар, алейсаляту ассалям, был, пал шахидом в битве Му'та, и когда его привезли, пророк же, алейсаляту ассалям, сказал, приготовьте еду семье Джаффара, ибо им сейчас не до еды, не до готовки еды. То есть наша религия от того, что если у людей горе, у них умер человек, родственник, наша религия призывает соседей, более дальних родственников, чтобы они готовили еду этим людям. Почему? Потому что им сейчас даже не до этого, не до того, чтобы еду готовить. А вот наши адаты, традиции до чего довели? Как же мы искажаем нашу религию, тем самым, уважаемые братья, и в частности, уважаемые сестры. Вот в передовой линии, в авангарде этих адатов зачастую стоят женщины. Вот по шариату, вот такой момент, представьте себе, в книге Нигайяя Туль Мухтадж, в Хашияту Ширване, это ключевые книги по исламскому праву, в нашем шафейцком мазхабе, там приводится вот такой вопрос, если один человек выпрашивает у другого человека прилюдно что-либо, и под давлением стеснения, пристыдив его, у него эту вещь берет, он отдает, да, среди людей он его просит, чтобы ему было неудобно отказать. И ты у него выпросил эту вещь, что-либо, разницы нет, что бы ни было. Вот это говорит харам. И ты хозяином этой вещи не становишься, даже если он отдал тебе ее. Почему? Потому что ты его пристыдил, ты ему на него надавил. И эта вещь, если бы ты отдельно у него попросил, он бы тебе не отдал. По разным причинам, может, нужна ему эта вещь, может, не может он ее отдать, но ты прилюдно попросил, пристыдил и взял у него эту вещь. Эту вещь нужно вернуть обратно, говорится в книгах. Нельзя так делать. Почему? Потому что когда что-то человек отдает, это должно быть от всего сердца, от души. Согласия он должен это отдавать. А то же самое вот из-за нашего общественного мнения, из-за того, что из-за абсурдного осуждения, мы же этих людей заставляем делать то, что они не могут делать. И то, что они не хотят, по факту делать. И это мы берем, кушаем, употребляем. Это разве будет нам хавал? Вот, когда человек умирает, не много людей, которые приходят к имаму и говорят, имам, вот что для нас по шариату, что мы можем сделать? Самый лучший вариант, расскажи нам. Для покойного самый хороший вариант. Таких людей мало бывает. Сразу уже люди подключают адад и начинают свое дело. А вот когда человек умирает, в первую очередь, что нужно делать? В первую очередь, касаемо имущества, по шариату, это имущество удерживается. И в первую очередь смотрят у этого человека, есть ли долги перед Всевышним Аллахом. Будь то хадж, будь то кафарат за посты, будь то назору и другие виды поклонения, связанные с имуществом. И в первую очередь, с этого имущества нужно все долги перед Аллахом выполнить, уважаемые братья. Мы же благо хотим для этого нашего покойного, умершего, которому сейчас тяжело, самый тяжелый период времени для него. После этого, если этих долгов перед Аллахом у него нет, или же после выполнения этих долгов, нужно выплатить долги перед людьми обязательно. И только после этого уже осуществляется его восьяд, и после этого уже распределяется имущество среди наследников. И зачастую очень много случаев, когда, не спрашивая у покойного, остался ли хадж, который он имел возможность сделать и не сделал, Остались ли невыплаченные штрафы, остались ли у него долги перед людьми, на все это не смотрят, сразу идут, покупают бычка и так далее. Для некоторых даже, я же говорю, доходит до абсурда, как на свадьбах столы накрывают. Это абсурд, уважаемые братья. Это не из нашей религии, уважаемые братья. Нету в нашей религии такого. Те люди, которые здесь проливали кровь, за что они проливали кровь? За что они проходили через те трудности, читая, слыша, которые не каждый мужчина может слезы держать? Настолько через такие трудности люди прошли. За что? Для того, чтобы эту религию сохранить, уважаемые братья. Эту сунну пророка, алейхи саляту вассалям, сохранить. И благодаря им сегодня мы можем, в принципе, я считаю, можем соблюдать эту религию. Осталась эта религия у нас. А сегодня мы с элементарными вот этими адатами не можем бороться, не можем их оставить ради Аллаха. Вот представьте себе, сунна пророка, алейхи саляту вассалям, Мухаммад Ахир-Каракхи, писарь имама Шамиля, он пишет, вот вопрос, где в Шарх-Уль-Мафрузе, где про пятничное купание. Вот пятничное купание по шафиецкому мазхабу время наступает с утреннего азана, пятничного дня. Он говорит, представьте себе, да? Он говорит, я долго искал, мы долго искали к хаулу мнение, нельзя ли купаться для пятницы, четверг вечером, ночью. Представьте себе, да, вот в каких условиях они вообще жили, они искали, потому что не всегда получалось пятницу искупаться, а сунну оставлять не хотели. Они искали мнение, в четверг вечером нельзя ли купаться. И Мухаммад Ахир-Каракхи говорит, тогда я не нашел его. Но потом, говорит, я нашел такое каулу мнение. Вот так они держались за сунну пророка, алейхи саляту вассалям. Вот так проливая кровь, неописуемые трудности преодолевая, они эту религию сохранили. А мы сегодня с этой сунной пророка, алейхи саляту вассалям, что делаем? Уважаемые братья, в частности, уважаемые сестры, я вас прошу ради Аллаха, оставьте вот эти адаты, вот эти обременяющие одних членов нашего общества. Да, одним легко, состоятельным людям это легко. Но мы же должны обо всех думать. Мы же должны делать что-то, перед чем будут все равны. Оставьте эти адаты, слушайте имамов, я вас прошу. Имам вам зла не желает. Зачастую, когда имам просит оставить эти адаты, эти пакеты, это все его осуждают, его ругают, чем-то грязью поливают этого имама, грибат делают. Он вас к сунне призывает. А вы, осуждая сунну, какими мусульманами мы будем? Если мы сунну будем осуждать. Поэтому, уважаемые братья, у нас, альхамдуллах, есть возможность следовать сунне пророка в каждой вещи, и в свадьбах, и в похоронах, и в других обрядах, наши обряды религии. Мы можем сегодня по сунне делать пророку, алейсаляту вассалям. Старайтесь, спрашивайте, подходите к имамам в таких случаях. Сын родился, к имаму подойди. Имам, что мне нужно? Самое лучшее, расскажи мне по порядку. С какого дня, какой день имя дать, какой день аг-их. Точно так же свадьба тоже. Точно так же похоронные обряды тоже. Имаму спрашивайте, уважаемые братья. И делайте, как они говорят. В этом, я вас уверяю, для вас благо. Для нас, для всех в этом только благо. Пусть Аллах нам поможет, уважаемые братья, следовать сунне пророка, алейсаляту вассалям. Пусть Аллах нам поможет избегать вот эти все адаты, традиции, которые усложняют нам жизнь. Сами себе мы усложняем жизнь. Которых не было в нашей религии во время пророка, алейсаляту вассалям. И нету в нашей религии. И наша религия, как я еще раз скажу, она очень легкая. Все аспекты жизни и свадьба тоже очень легко проходит, если по шариату делать. Не обременять этими тратами разными, разными адатами. Пусть Всевышний Аллах нам поможет следовать сунне пророка, алейсаляту вассалям, и покажет истину истинной ложью. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Баракаллах, амад хажиял. Дай ла нам тавфиq, чтобы мы... Даже бывает иногда то, что из шариата, из ислама, из сунны пророка, алейсаляту вассалям, только лишь одно наше намерение превращает эту сунну в адат, просто в какую-то традицию, и человек лишается воздаяния от Всевышнего Аллаха. Поэтому дай Аллах нам тавфиq, несмотря ни на что, следовать за нашими имамами, за нашими предводителями, за рекомендациями муфтията, и этим самым обрести удовольствие Всевышнего Аллаха. В одном из колледжей города Махачкалы нас, как представители отдела просвещения, вызвали на родительское собрание, где был один нарушитель, который ходил, всех травил, кого-то цеплял. И вот, когда там на взрослую женщину тон поднимал, когда до меня очередь дошла, я его спросил, я говорю, кто для тебя герой вообще? Есть у тебя герой? Он с такой гордостью ответил, для меня герой имам Шамиль. Я говорю, но имам Шамиль не ходил то, что ты делал, не делал. Знаем, что есть имам Шамиль, но не знаем, за что он был героем. Знаем, что есть пророк Мухаммад, но не знаем, за что он был героем. Знаем наибов имена, величайших мирюдов имена знаем, но не знаем, за что они стали героями. сегодня героями стали бойцы UFC сегодня героями стали футболисты сегодня героями стали актеры фильмов почему потому что с раннего возраста правильные ориентиры на правильных людей нету в нашем деле воспитания кто бы в жизни не встретился если человек в раннем возрасте следуя тому совету пророка алейхи саляту вассалям где говорится в семилетнем возрасте обучайте детей намазу до того как научить детей намазу научите кто пророк мухаммад саляллаху алейхи вассалям он и есть пример образец мужества чести достоинства настоящего семьянина настоящего отца друга соседа настоящего человека когда в раннем возрасте мы получили эти образы и к знаем кто на самом деле герой всех тех людей которые появятся в нашей жизни мы будем сравнивать с этим героем не поздно уважаемые братья сестры родители мамы и папы не поздно рассказать и донести до наших детей о настоящих героях о настоящих мужчинах и о настоящих женщинах пусть аллах даст нам тавфик в этом чтобы мы следовали примеру истинных мужчин и женщин истинных героев и питали к ним искреннюю любовь следующий выступающий алим богослов доктор исламских наук сын величайшую алима шахида шейха на шубан дискова и шазилиска дарикату шейха саида афанди куту сисиру абдуллах ажи отцаев пожалуйста вам слово альхомду лиллах ассалату ассаламу аля расули лаха маба'д ассаламу алейкум марахматуллах и баракату дорогие братья и сестры молодые взрослые дети пусть аллах таала вот это стояние под жарой это солнце облегчит нам из-за этого стояния в сегодня день под сильной жарой этого дня и пусть облегчит нам священный аллах таала отвечать за наши деяния и грехи благодаря той любви которую мы испытываем которые не пожалели своей жизни свое здоровье свои семьи и отдали все это ради религии священного аллах таала поскольку их не враг был снаружи враги окружал они их видели знали что от них ожидать и что стоит с ними воевать не жалея своей жизни поэтому они вот я говорю они счастливые люди они знали своего врага и ихняя битва была с открытием явным врагом который их окружает со всех сторон и если они погибли от рук этих врагов они прямиком попадали в рай подчаяними какое счастье может быть лучше этого конечно а мы с вами дорогие братья вот эти враги у нас не только снаружи но и внутри нас каждого враги окружают нас все время они не спят когда мы спим они не отдыхают когда мы отдыхаем и они все время стараются сбить нас от пути от пути аллаху таалла это такие враги которые аллаху тааллах и пророк алейхи саляту ассалям нам рассказал в уране и в хадисе это в первую очередь конечно же шайтан иблиз который с момента когда аллаху таалла повелел ей поклоняться делать поклон адаму она осущалась и стал врагом для человечества для детей сыновей и дочери адама алейхи салям это такой враг которого мы не видим но который нас видит который не спит когда мы спим второй враг это же конечно же наш нафс это наше эго наши страсти которые находятся внутри нас представляете если бы имам шамиль ада салат сирогу если бы эти враги были бы внутри них среди них были бы эти враги насколько тяжелее было бы им эту битву привести а у них там среди своих не было врагов а у нас враги внутри себя это наш нафс наш эго наши страсти которые все время призывают нас идти по пути шайтана а пути шайтана известно приводит в ад в огонь еще не менее страшный враг это наша любовь к мирскому мы так сотворены что у нас есть любовь тяга к этого мирскому и вот этот тяга к мирскому тоже является врагом который отвлекает нас от поклонения аллаху субханаху ата аля если бы пойдем дальше есть враги для человека среди его детей среди его жен его имущество в том смысле что они тоже стараются увести его от истинной пути своими потребностями своими такими интересами личными они стараются его идти туда куда шарят ему не позволяет поэтому нам тяжелее бороться с врагом который все время наяву то есть который никогда не спит никогда не отдыхает все время старает направить нас на пути шайтана поэтому аллаху таалла нам повелел бороться против этих врагов вот о том что враг является шайтан аллаху таалла уране сказал и на шайтана аль кумаду он фаттахи духу адуан шайтан это явный враг который должен который воевать с вами и вы тоже должны против него воевать также аллаху таалла уране говорит что тот человек который оставил свой нафс свое эго его потребности не ведя против них борьбу делая их не все запросы и потребности он ахирате погибнет и в рай войдет лишь тот кто избавил себе от этих прихоти нафс так же дунял храбу дуняр асу кули хадятин основа всех грехов является любовь к мирскому ибо из-за любви к мирскому мы своих братьев обманываем при сделке их кидаем когда что-то валяется под рукой мы его воруем явно или скрытно или явно его росту или такое подвуаль его росту когда мы находимся не рядом со своими братьями мы за их спинами либо делаем их плохие вещи говорим про них поэтому каждый мусульманин для того чтобы или манат аллаха би кальбин салим чтобы мы пришли к аллаху таалла с чистым сердцем чистым от любви к мирскому чистым от следования страстям нашего эго нашего нафса чистым от тех вот заблуждений которые у нас производят человеку необходимо вести борьбу вот эта борьба который вел имам под ассаллаху и его муриды против внешнего врага каждый мусульманин обязан вести ежедневно ежеминутно ежесекундно против своих этих врагов потому что тот враг тот 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 человек мусульманин который погибает от рук этих врагов он прямиком попадает в рай а тот человек и тот мусульманин который погибает от вот этих врагов он идет в ад поэтому самый трудный для человека является борьба против вот этих всех против четырех врагов она не прекращается борьба вот эта борьба называется джихаду акбар вот эта борьба которую вел имам против врагов его народа его религии пророк аллахи салата салам назвал его джихаду асхар маленький джихад это в хадисе так говорится а борьба которой человек ведет против своих страстей своих призывов своего нафса вот это все является джихаду акбар который не прекращается кроме как пока человек живой не прекращается нам аллахи салата салям пророк указал как надо с ним бороться он оставил все своих хадисах аллаху аятах дал объяснил как надо с ним бороться и вот эти имами они говорят самое действенное самое лучшее самое надежное оружие в этой борьбе это зикру это поминание аллаха субханнаху атааля вот это зикру является мечом который мусульманин верующий городом против в ботедых врагов почему так важно зикру это пачкому он так не обходим для верующего потому что аллаху атаал q в куране говорит азумилия ниши и врачим и вала зикру лба акбару поминание аллах являются самым лучшим самым большим в этой борьбе потому что чем больше мы поминаем аллаха чем больше Чем больше мы держим сердце его имя, чем больше мы делаем таспих и тахлил и другие виды адкара, тем больше у нас увеличивается, усиливается любовь Аллаху. Зикру Амир Хабуни Аллаху Ти Цикуневи. Чем больше ты поминешь Аллаху Субханна Ва Таала, тем больше ты любишь Аллаху Таала. И то, что тебе говорит тот, кого ты любишь, ты делаешь очень легко с радостью. Поэтому имами, как имами, четыре имама сделали мазхаби для нашего шариата, и точно так же, как имами акиды делали мазхаби для наших акиды. И мамы Тасавуфа, такие как Джунайд Багдад и ему подобные, сделали мазхаб Тасавуфа, который целью является борьба против своих страстей и своего эго. У человека с самого момента рождения в сердце усиливается, растет вот эти плохие качества. Например, когда только что родившийся ребенок, он что делает? Плачет, чтобы его мама кормила. Он требует вот эти свои личные интересы. И с каждым днем, чем взрослее становится ребенок, тем он разными способами ищет свои личные цели. То есть, ребенок, человек с самого младенчества, с самого детства привыкает найти, искать свои личные выгоды. И для этого он прибегает к разным хитростям. Обманывает, льстит. Мы понимаем, сколько разных вариантов ищет ребенок, чтобы достигать свои цели. Поэтому с самого детства вот эти плохие качества, плохие нравы усиливаются, укрепляются, укореняются в сердцах. И если с этими нравами человек уйдет с этого мира в ахират, Аллаху Таалу его не примет. Непременно он будет попадать по справедливости Аллаху Таалу в ад, чтобы очищаться от этих плохих качеств. Поэтому зикру является, вот этот обвод тасавуфа, который обосновали из Корана и Хадиса, такие имамы, как Джунайд Аль-Багдад и Гадасалу Сыру им подобные, является путем, который приводит человека к очищению нафса от этих пророков. С помощью зикра, с помощью истинфара покаяния, с помощью тасвиха и талила, с помощью тех видов поклонения, которые были указаны пророком, в своих изречениях. Дорогие братья, вот эти имамы, они намного-намного больше знают о нашей религии, о предписаниях Аллаха Иисуса и пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, чем мы с вами. Поэтому они говорят, человеку для того, чтобы избавиться от своих плохих нравов, чтобы побороть своих внутренних врагов, чтобы он мог победить шайтана из своей страсти, ему необходимо пойти под опеку шейха, который обучит его, как бороться против этих своих врагов. Это не мы придумали, это не наши отцы и предки, деды. Это еще со времен табиинов, с подвижников, так до нас доходит. То есть необходим человек, который обучает других шариату, который обучает других акиды, обучает других тасавуфу и хшану. Поэтому, дорогие братья, эти ученые нам оставили такой путь, который назывался тогда путем тасавуфа, или же таскету нафсы, или же очищения души. Вот этот путь в нашей риме называется арикатом. И этот арикат, мы, например, возьмем. Этот путь, который учит, который помогает человеку постоянствоваться на поминании Аллаху Субхану Хуа Та'ала. А это поминание Аллаху Та'ала является наждачкой, или же таким инструментом, который очищает сердце от вот этих слоев. Который оставляет на нашем сердце наши грехи. Это то оружие, которое человек борется против своих страстей и против своего шайтана. Поэтому человеку необходимо именно с помощью зикра стараться очищать себя от этих духовных болезней, пороков и побороть своих врагов, как побороть своих врагов наш имам своими саблями и своим оружием. Альхамду лиллях, Аллаху Та'ала свою милость оказал Дагестану. Потому что в Дагестан имам Шамиль, имам Гази Мухаммад, имам Мухаммад Яраги, Джамал и Нугумукки, они начали распространять в Дагестане тасауф, тариqat, которые обучают людей поминять Аллаху Та'ала. И это все дало свои плоды. Именно благодаря этому они могли столько времени с малыми силами, с малым оружием противостоять огромное неисчислимое количество войск, которые нападали на Дагестан. Потому что они были крепкие в вере, потому что их сердца были чистые, потому что они побороли свой навс и свой шайтан с помощью дикра, с помощью тасауфа, с помощью тариката. Пусть некоторые говорят, что тарикат не нужен, это им не нужен. Но он нам нужен. Потому что человек, человек, когда умирает, он за себя отвечает, за других нет. Мы в свою могилу берем с собой то, что мы здесь сделали, либо плохое, либо хорошее. И вот Мурид, который решил для себя, что он должен поступить на путь аликата, с этого момента он для себя запасается, для Ахирата, благими деяниями, которые он возьмет с собой в свою могилу. Поэтому те, которые этого не хотят, пускай не делают. Никто их не заставляет. Даже в религии нет заставления. Невозможно заставлением, силой заставлять человека принимать ислам. Кто захотел, кого Аллаху Та'ла направил, кому Аллаху Та'ла открыл сердце, он принимает ислам. Точно так же, тот человек, который Аллаху Та'ла наставил, и которому Аллаху Та'ла открыл сердце, он поступает на путь аликата, и с помощью аликата он для своего Ахирата запасается благими деяниями и очищает свое сердце. Это выбор каждого. Но счастье, конечно же, тот человек получил, который в этой жизни свою большую часть своего времени истратил не на дунял, не на то, чтобы людей назвать кафирами и чтобы разрешать их проливание крови, он на поминание Аллаху Та'ла. Поэтому, дорогие братья, иншаллаху Рахман, тот, кто захотел, тот, кто хочет очищаться от своих вот этих духовных полезней, тот, кто хочет запасаться для своего Ахирата, для него открытие ворота путь асавуфа, путь аликата, путь зикру, путь салавата, путь исигфара, дозревает Аллаху Та'ла нас и числа тех людей, которые пошли по пути наших имамов, имама Шамиля, ази Мухаммада Хамзата, Мухаммада Яраги, Джаммаля Дунг Мукуи и других наших шейхов, имамов. Пусть Аллаху Та'ла соберут нас, как мы здесь собрались, вместе с ними по знаменам пророка Салли Аллаху Алейху Асалям и под тенью арш Аллаху Та'ла, когда люди будут находиться под солнцем и жарой. Ассаляму Алейкум и рахматуллахи и барракатуллах. Акбир! 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 Об образовательном процессе, о знаниях нам сегодня поведает наш уважаемый гость, проректор Дагестанского Исламского университета по учебной части Мухаммад Расул Гимбатов. Пожалуйста, вам слово. Акбир! 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 и собой от того, чтобы брать не мог, печалился, оставлял здесь на камне эти книги. Вот такое внимание уделялось, дорогие братья, именно к Ильму имамом Шамилем. Говорится, что даже когда выбор стоял перед имамом Шамилем, переговоры вели на обмен, на офицеров, когда обмен разговор шел, имам Шамил, рахмалу та'аля, четко, ясно давал знать, что обмен будет происходить не на деньги, не на своего сына Джамалудина, а именно на алимов он будет их обменивать. Какое внимание уделял наш имам именно образованию, дорогие братья? И какое сегодня мы проявляем отношение к этому Ильму, дорогие братья? Давайте зададимся вопросом. Неужели нельзя, дорогие братья, вот этим имамам, которые здесь в своей жизни отдали сегодня, чтобы мы сегодня спокойно вот здесь собраться смогли, просто из нашей семьи одного человека мы не можем для Ильму отдать, с самого детства подготовить, самого лучшего, который очень хорошо учится в школе, такого человека отдать для Ильму? Вот эта вещь, неужели, дорогие братья, является нечто таким тяжелым? Известный алим Мухаммад Захид Аль-Каусари, он родом из Черкесии был, они с отцом, Хасан звали отца, они переехали в османский халифат в свое время. Мухаммад Захид Аль-Каусари в своей книге рассказывает, приводит биографию своих учителей, он говорит следующее, говорит, один из учителей был мой отец, Хасан Аль-Каусари, а его учитель был, Хасан Ас-Сухси, а он был учеником имама Шамиля, говорит Мухаммад Захид Аль-Каусари. Такую оценку дают, что цепочка Мухаммаду Захид Аль-Каусари и Ильму от имама Шамиля тоже идет. Теперь у меня один вопрос ко всем сестрам, тоже в том числе и братьям, без лукавства. Я пример Саид им. Мусаиба привел, что шахиды нас сейчас слышат. Один вопрос ко всем здесь. Этот вопрос от ангела было дано еще Сулейману Алейсалам. Пророку Сулейману был дан выбор. Выбери одну из двух вещей. Быть царем, или же мы тебе вместо царства дадим Ильму, знание. Представьте себе, дорогие мои братья и сестры, в том числе, перед нами пришел ангел и говорит, мы дадим вам, вашей семье, или же Ильму, или же царство, выбирайте. Алимы говорят, если вы хотите знать, какое место вы занимаете возле Аллаха, посмотрите в ваше сердце, какое место Аллах занимает. Ильму, или же царство, выбор стоит перед нами. Давайте мысленно сделаем выбор. Пять секунд на обдумывание даем. Царство или же Ильму. Выбор, как перед Сулейманом. Пока вы думаете, Сулейман Алейсалам был царем. Соответственно, ответ очевиден. Пророк Сулейман Алейсалам сделал свой выбор. Он стал царем, он, значит, выбрал царство, можно подумать. Нет, дорогие мои братья. Пророк Сулейман Алейсалам выбрал Ильму. За то, что он выбрал Ильму, Аллах дал ему царство, потому что Алими в этом дуляне это истинные цари, перед которыми преклоняют свои головы все. И цари, и врачи. Все преклоняют перед ними головы, как мы сегодня перед этим Ильмам. Я думаю, так пир кричали здесь те люди, которые выбрали Ильму. Сомнений в этом нету, дорогие мои братья. Аллаху Акбар. Теперь смотрите, дорогие братья. Вот вы сделали сегодня выбор в сторону Ильму. Теперь следующий труд, с которым вы столкнетесь, вам все общество будет говорить, что вы от голода умрете. Горы, не поступай в Исламский университет. Валлахи биллахи та Аллахи клянусь, вот Всевышним Аллахом вот здесь находясь, говорю, вот здесь наши гости сидят. Ни один из нас, вот здесь, кто сидит даже, не скажет, что пожалели, что они пошли изучать Ильму, дорогие братья. И никто из нас, вот здесь сидящих, хуже любого человека, тоже не живет. Это все шайтан обманывает. И это испытание, через которое обязательно будущий алим, который должен пройти. Ни в коем случае не обманывайтесь. Вы только что выбрали Ильму. В вашей семье, в каждой вашей семье должен быть алим. Выбор сделан. Они будут, иншаллах, царями тоже. Как Аллаху та Али и Сулеймана, алейсалам, сделал. Абу Язиду Бастами, это основным, нашим сестрам тоже, пусть пример будет. Абу Язиду Бастами пришел на баш. На баш, это раньше было распространено такой вид воровства, когда могилы выкапывали, ткани, саван, мусру, вот это воровали, потому что материал был дорогой вещью. Представьте, такой вид воровства было распространено. Один из таких, который воров, который воровал с мертвых, саван, мусру, который воровал, Таубу сделал перед Абу Язиду Бастами и он рассказывает, я выкопал тысячу могил. Тысячу могил я выкупал и только два человека я обнаружил, что он в сторону Кыбли был повернут. Вы представьте себе, дорогие братья и сестры, из тысячи могил только два человека в сторону Кыбли повернуты. Тогда как все тысячи хоронятся в сторону Кыбли. Тогда Абу Язиду Бастами говорит, Эта бедабель говорит, Это люди, которые сомневались, что резко дает Аллах. Они сомневались, что Аллах дает пропитание. Аллах дает пропитание. Тот, кто хочет мирское получить, пусть изучает Riple. Тот, кто хочет получить Ахират, пусть изучает Riple. А тот, кто хочет быть и царем, и альмом это в мире, пусть изучает Riple, сказано. Поэтому Аллах раздак, дорогие мои братья и сестры, Аллаху Та'аля дает. В этом сомневаться ни те, ни сомнений у нас быть не должно, дорогие мои братья. Судный день, говорится, Хур'ан заберут. Все, наверное, слышали Аллаху от судного дня. Один день, представьте себе, мы проснемся, откроем Хур'ан, там пустые листы будут. Там Хур'ана не будет, дорогие братья. И теперь мы можем сказать, как же быть, Хур'ан исчезнет, как будто бы нам грустно на сердце. Так он еще не исчез, его еще не забрали. Какое отношение мы проявляем к этому Хур'ану, дорогие мои братья? Поэтому давайте вот этих свидетелей, сегодняшние, вот здесь наши находящиеся шахиды, свидетели, которые выбрали рельму, когда выбор был дан, дорогие мои братья, давайте в нашей семье мы отдадим одного человека хотя бы, как минимум, исламский университет. Мы видим такие примеры, для вас тоже это наглядные примеры, как какой-то бывает в школе хорошо учится, идет и так далее, его отдают там какие-то вузы, что из него какой-то будущим станет профессор и так далее, а самый такой слабый, который на, иди, мадрасса, иди, может там человеку вот так отдаем. В итоге результат, смотрим, этот человек становится чем-то человеком, который все село за собой тянет, который есть рельму, который есть который раздают людям советы разумные, обучают шару, а другой не добивается фактически ничего. Поэтому рельму в этом есть для нас, дорогие братья, спасение. Теперь те люди, которые выбрали царство, такие тоже есть среди нас, альхамдулиллах, ничего страшного, просто тот, кто рельму выбрал, он оба получит. А те, которые выбрали царство, им тоже, мы все любящие имамов здесь собрались, альхамдулиллах, дорогие братья, для них тоже есть радостная новость. В Махачкале альхамдулиллах делаются все условия, чтобы мы получали образование, чтобы были во всех аспектах развитыми мы. Теперь есть Дагестанский гуманитарный институт, дорогие братья, кому нужны светские знания, кому нужно царство, пожалуйста, есть Дагестанский гуманитарный институт, есть гуманитарный педагогический колледж, есть медицинский колледж имени Башларова, где сейчас как раз стоматологический отдел тоже открыли. Почему именно ведь из светских вузов я вам рекомендую, дорогие мои братья и сестры, поступать, потому что там дают плюс к высокому образованию, еще дают и правильное воспитание, что является очень важным в наше сегодняшнее время. Положение молодежи не совсем хорошее, дорогие мои братья и сестры. Мы детей отправляем, думая, он там учится, он не совсем учебой бывает занят. Родители порой даже не имеют представления, чем его дети там заняты. В этих светских вузах, помимо образования и аккредитованного диплома, наши дети еще получат и правильное, хорошее воспитание. Поэтому, вот, Казим Хажи, полномочный представитель муфтиата в горном территориальном округе, он попросил, вот, для нас, говорит, для горного территориального округа, можно ли, вот, Дагестанском Исламском университете, который я сейчас представляю, у нас два дня назад закончилась приемная комиссия. Вот, поскольку вы сегодня сказали, намерение сделали, что в вашей семье будет, иншаллах, алим, которые девятые, одиннадцатые, десятые классы закончились, мы, иншаллах, рахман, по просьбе Казим Хажи, прием документов для вас мы чуть-чуть продлеваем. Здесь приблизительно 200-300 учеников с завтрашнего дня я, иншаллах, рахман, жду до Хаддаева 136 напротив Джума мечети всех тех, которые Аллаху Акпар кричали, выбрали рельму. Это самый лучший выбор, который вы сделали, дорогие братья. Пусть Ивышний Аллах наделит своей милостью и не лишит нас бараката, благодати этих праведных людей, которые, несмотря на свои закончатся Азану, жертвуя своей жизнью, читали Азан, возвышали Слово Всевышнего Аллаха. И дайло, чтобы те намерения, которые сегодня возникли у нас здесь, были крепче этих скал, и чтобы они воплотились в жизнь. Дайло, чтобы здесь зажглась искра, любви, которая превратится в огонь любви. И история это урок, из которого мы должны извлекать пользу для своей жизни. И она очень необходима для нас. об этой истории, об этом месте нам сегодня поведает наш уважаемый богослов, полномочный представитель Муфтиатра Рисули-Гидаистан в горном территориальном округе Казим Хажитий-Мергулатов. Бусьмила Чемные сражения здесь шли, все мы знаем. Это три месяца беспрерывной борьбы. Можно сказать одним словом, самые страшные эпизоды Кавказской войны. Именно они здесь были без воды, без еды. И они уставшие, голодные, мучаемые, жаждой, ослабшие люди. Три месяца подряд они воевали за что? Конечно же за религию. За религию Священного Аллаха, потому что они знали, они осознали, что религия это Аманат, который доверил им Священный Аллах. Женщины, поддерживая своих мужчин, с оружием в руках здесь воевали. После смерти своих мужей, женщины, дети, чтобы не попасть в плен, они прыгали в эти ущелья, с этих утес и с этих скал. Порой были некоторые моменты, когда сам имам Шамиль со своим сыном, маленький Газим Мухаммад, которого он любил больше всего на свете, он, посадив его на колени, имам садился на возвышенности, это было расстояние, куда с легкостью могла долететь вражеская пуля. И имам просил Аллаха, настолько ему было тяжело, он просил Аллаха, о Аллах, дай мне умереть вот здесь и сейчас. Вот одним словом историки, алими, когда описывают Ахульго, вот эти события, одним словом они описывают, некоторые пишут, что вот казалось, как будто настал судный день здесь на Ахульго. Некоторые пишут, что настоящий ад был на Ахульго, вот в то время. Теперь каждый из нас, уважаемые братья и сестры, должен задаться вопросом, вот что двигало этими людьми, чтобы вот так пожертвовать своими жизнями, своим имуществом? Вот что их побуждало к этому? Конечно же, это, в первую очередь, это крепкая вера, это, во-вторых, правильное вероубеждение, в-третьих, это любовь к праведникам, именно любовь к праведникам. И четвертое, это беспрекословное подчинение предводителю. Вот что ими двигало, вот что их побуждало к этим подвигам, уважаемые братья и сестры. Вот что нам сегодня не хватает. Вот особое место в нашей религии занимает любовь к праведникам. Почему? Потому что, вот все мы слышали от наших халимов, от имамов, хадису-худси, где Всевышний Аллах говорит, «Тот человек, который будет враждовать с моим любимцем, с праведником, с вали, с шейхом». Всевышний Аллах говорит, я этому человеку объявляю войну. Вот этот хадис, хадису-худси, точно так же имеет и обратный смысл. Если мы задумаемся, какой смысл, значит, получается, если мы будем любить Авлия, если мы будем следовать за праведниками, если мы будем крепко держаться за их пруд, получается, мы станем друзьями Всевышнего Аллаха. Вот обратный смысл вот этого хадису-худси вот так звучит. Мы должны также знать, уважаемые братья и сестры, вот многие из нас, мы думаем, что наши благие деяния станут причиной того, что мы с вами удостоимся райских благ, что мы войдем в рай благодаря нашим благим поступкам. Это не так, уважаемые братья и сестры, потому что пророк, салли Аллаху, алейхи вассаляма, в постоверном хадисе говорит, «Ва аляму аннаху лан янжуа ахадум минкум би амалихи». «Знаете, говорит пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям, обращаясь к сподвижникам, рудья Аллаху, знайте, что никто из вас не спасется от огня ада, никто из вас не войдет в рай благодаря совершенным им благим поступкам, тогда удивленные сподвижники, рудья Аллаху, алейхи вассалям, спрашивают, «Я, Расуль Аллаху, о посланник Аллаха, ва аля анта, даже ты не войдешь в рай благодаря своим хорошим делам, ва аля ана, даже я не войду в рай, говорит пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям, кроме как благодаря милости и щедрости Всевышнего Аллаха, даже я не войду в рай по причине своих благих деяний, говорит пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям». Теперь возникает вопрос, за что же мы удостоимся рая? Как в этом же хадисе говорит пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям, мы удостоимся рая благодаря милости и щедрости Всевышнего Аллаха. А благодаря чему мы можем удостоиться вот этой милости Всевышнего Аллаха? Самой, скажем, большой, самой огромной причиной для этого служит, уважаемые братья и сестры, наше следование за праведными людьми, наша любовь к праведникам, к авлияам, к мошаихам. Вот за что мы можем удостоиться милости Всевышнего Аллаха. Вот так у Аллаха богобоязненность, благочестие, которое поведет нас в рай, причиной увеличения, причиной наполнения наших сердец богобоязненностью, это и есть наша дружба, это и есть наше хорошее мнение по отношению к праведникам Всевышнего Аллаха. Именно любовь к имамам, к имаму Гази Мухаммаду, к имаму Хамзату, к имаму Шамилю, к аддасаллау асрарахум, именно вот из-за этой любви вот эти люди пожертвовали своими жизнями именно на Ахульго и в других местах в течение 30 лет, уважаемые братья и сестры. И для нас спасение именно заключается в этом. Спасение, как в этом мире, и в Ахирате, иншаллах. Вот мы неоднократно слышали от Саида Афанди Кудеса-Сыру, он на мажлицах говорил, если человек вступит в путь Арикато под опеку истинного наследника пророка, саллиллаху алейкум ассалям, шейха, в сотни день, говорит, когда он предстанет перед Савишним Аллахом, Аллах спросит у него, вот что ты делал? Он скажет, я вот, Савишний, о Аллах, я старался поминать тебя, делать зикру, читать салава, делать истифар. И Савишний Аллах, если спросит, вот откуда ты это взял, кто тебя обучил, и этот мирит покажет своего устаза. Аллах спросит у этого устаза, у этого человека, он покажет на своего устаза, тот на своего и по цепочке, вот эта цепочка дойдет до кого? До посланника Аллаха, саллиллаху алейкум ассалям. Точно так же, уважаемые братья, если мы в этом дуне будем следовать за нашими имамами, за нашими имамами, которые следуют за муфтиятом, Аллах спросит нас, вот что ты делал? Ты скажешь, ты ответишь, я вот, о Аллах, я старался следовать за моим имамом. Это будет, например, имам села. Савишний Аллах его спросит, что ты делал? Он скажет, о Аллах, я постарался следовать за районным имамом. Он скажет, я следовал за заместителя муфтия, или за полупреда. Вот так цепочка, вот эта цепочка, до кого дойдет, мы знаем. Вот это же на самом деле наше спасение в сутный день, уважаемые братья и сестры. Вот это же для нас облегчение. Савишний Аллах в Коране говорит, бисмилля рахману рахим, тилькаль джаннату лати нуриту миньибадина манкана тагия. Тот рай, говорит Савишний Аллах, тот рай, который мы унаследуем для своих рабов, для богобоязненных, для тех рабов, которые пребывали в страхе передо мной, скажет Савишний Аллах. В этом аяте говорится, что унаследуют, рай унаследует те богобоязненные мои рабы. Почему Савишний Аллах сказал, унаследуют? Наследство, это что такое, мы знаем. Вот отец и сыновья, после смерти отца, сыновья получают наследство, это все имущество. Почему? Они это наследство получают благодаря своим поступкам? Нет. Почему получают? Благодаря своим родственным связам. Потому что они самые близкие люди, самые его близкие родственники, для этого человека являются его сыновья. Поэтому они являются его наследниками. Вот точно так же в Савишний Аллах говорит, когда описывает рай, что рай унаследует, то есть как наследство получат мои богобоязненные рабы. То есть из этого тоже следует, что не из-за нашего амала, из-за наших поступков мы удостоимся рая. Мы получим ее как наследство. А чтобы ее как наследство получить от Всевышнего Аллаха, уважаемые братья, мы должны как бы стать близкими людьми для Всевышнего Аллаха. А ими мы станем, если мы будем любить близких людей Всевышнего Аллаха. Абу-Язид-Бастами Одесса-Сыру, когда его спросили, вот один человек его спрашивает, что я должен делать, чтобы Всевышний Аллах меня полюбил. Абу-Язид-Бастами говорит, Всевышний Аллах говорит, каждый день, 40 или 70 раз, я точно не помню, смотрит в сердца своих аулиялов, своих любимцев. Если хоть один раз Всевышний Аллах найдет твое имя в сердце своего вали, Аллах непременно тебя полюбит. Уважаемые братья, вот у нас есть такая возможность, у нас есть такая возможность, просто нам надо воспользоваться вот этим шансом полюбить аулиялов, следовать за ними, следовать за нашими имамами и вообще в этом мире постараться жить, вот, скажем так, вот по программе нашего муфтия, вот и сасиру Ахмад Афанди. Несомненно, вот это спасет, если мы все будем на корабле нашего муфтията, разницы нету. Кто-то может стоять там впереди корабля, кто-то сзади. Главное, вот, плыть по одному течению с нашим муфтием, с нашим шейхом. И, иншаллах, для нас вот это и есть спасение, как в свое время спасение нашли те люди, которые вместе с имамом Шамилем сражались на этом Ахульго. Ва-Саляму Алейкум, Ва-Рахмату Аллахи, Ва-Баракат. Аллахи, 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 Аллахи! Дай Аллах нам тавфит следовать всем сердцем тому, что здесь сказано. Уважаемые братья, наш мажлис потихоньку подходит к концу, но не могу, конечно, не передать слова тем людям, которые непосредственно стояли за организацией в том числе данного мажлиса, места, время и вся эта организация, которая здесь сегодня сделана. И это все невозможно без совместной работы главы района и председателя имамов района. Сейчас к микрофону я хочу пригласить главу Сукульского района Ису Нурмагомедова. Я думаю, ему есть что сказать. Есть кого поблагодарить. Пожалуйста, вам слово. Ассаламу алейкум. Хриял диняш луат сал ятсал. Дорогие братья и сестры. Каждый год Ахухгол собирает нас всех здесь. И каждый год, я как смотрю, это очень горячая пора и очень жарко на этой площадке. Здесь передо мной выступали алемы, после них выступать очень тяжело. Но то, что они говорили, пусть, говорит, Аллах заменит эту жару, которую мы здесь вытерпели на райскую прохладу. Иншаллах, это будет так. Я хочу сказать, что Ахулго в последнее время это стало более доступным, более приятным посещать ее. И условия здесь более улучшились. В этом нам помогают наши братья мусульмане, и с каждым днем их становится все больше и больше. Мы знаем, мы были свидетелями с 16-17 годов, когда начали возрождать Ахулго при Рамазане Гаджимра от Ахулго и дай Аллах ему за это воздаст блага. И после этого началось возрождение Ахулго. И на сегодня на сегодняшний день продолжается это. Недавно у нас здесь был Амарев Хаджимурад, депутат Государственной Думы. Хотя в то время он не принимал здесь участия, может быть, а то какие-то политические взгляды. Но пришел говорить любую работу когда мы проводим какие-то ошибки бывают, недосадки. Говорит что я могу сделать для Ахулго. И мы показали ему сейчас он где-то миллион двадцать вложил на сегодняшний день Ахулго. Все погрешности которые остались после того строительства он сейчас пополняет. И также очень много желающих помочь на Ахулго. Но я почему я это так подчеркнул потому что это все идет барракад от нашего муфтията от муфтия без организации четкой которую мы видим сегодня здесь этого всего не было бы и без какой-то конкретной политической направленности нашего муфтията я хочу сказать сегодняшняя организация это тоже плановые мажлист нашего муфтията мы администрация в этой структуре какое-то звено которое исполняли то что нам говорили я хочу сказать большое спасибо руководству муфтията Ахмад Хаджи панди и всем кто от него здесь присутствовал это полпред по горным территориальным округам Казим Хаджи имам нашего района Мухаммад Ашельдинский и всем которые сегодняшний день здесь принимали участие это работники МВД они обеспечивают каждый год больше всего нагрузка приходится на них на волонтеров на этих дружеников которые сегодня здесь мы видим по всей дороге на каждом шагу они здесь я хочу сказать большое спасибо им и конечно же не могу оставить работников администрации поселений которые организовали все что нужно для сегодняшнего мероприятия и работников администрации я хочу надо было в первую очередь я хочу большое спасибо сказать всем присутствующим детям которые со всех концов Дагестана приехали не смотря на свой возраст здоровье и каждый год посещают Ахуго я вам хочу сказать большое спасибо за то что вы вот так храните сердце память об Ахуго и эту память никто с наших сердцев не стерет вам большое спасибо еще раз я вас приветствую на благодатной земле Ахуго и Унцикуз района ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату Ахуго баракала вот от имени муфтеатра Республики Дагестан от имени всех тех кто имеют причастие к инициативе проведения данного мероприятия хотим выразить огромную благодарность главе Мухцикольского района Исейну Магомеду который помог воплотить эту инициативу уже в такую прекрасную организацию в виде такого маджлиса баракала пусть Аллах дарует вам крепкое здоровье счастье довольство Всевышнего Аллаха силы Тауфир работать в пользу и во благо людей и общества и в процветании района Также как я уже говорил это как два крыла и взаимодействие органов государственной власти и духовенства и мы видим что в тех местах где есть совместная слаженная работа есть результат альхамду лилля и я думаю что есть что сказать в том числе кого поблагодарить и кому обратиться к председателю совета имамов Мунсугульского района Мухаммад Абдуахидов пожалуйста просим вас сказать и завершающее слово и обратиться к жителям к гостям данного мачлиса альхамду Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok